Скажите, пожалуйста, а вот по поводу чувства собственности, как избавиться от чувства собственности по отношению ревность жена-муж? Вот когда вот люди... Ревность, ревность, ревность. Спасибо. Есть здоровая ревность, есть ревность уже как бы нездоровая. Молодые, молодые муж и жена, они должны ревновать друг друга. Это для них предписано. Это защитит их от лишних связей. Нормально. Это сопровождается чувством собственности. Мой муж, а ты моя жена, все, на этом основании я тебе приказываю так не делать, а вот делать вот так. Он может потребовать. Это его право, мужа и жены. Но затем, когда они же переходят в другую фазу жизни, это должно ослабеваться. Уходить. То есть должны больше понимать духовную сторону друг друга, а не просто материальную сторону. Духовную сторону друг друга. Если же они не развивают духовность, они не освободятся никогда от этого чувства. Это проблема. То есть они тогда просто, просто тюрьму в семье устраивают друг для друга. Лишают всяческой свободы. Теряют разум этой почвы. Зависть — это ужасная штука. Вот это чувство собственности — это ужасная штука между мужем и женой. Тогда хочется просто освободиться, бросить все. То есть есть нездоровая ревность, которая разрушает отношения. Все это недоверие. Это клапан предохранительный от прелюбодеяния, на самом деле, ревности. Муж ревнует, жену, жена, мужа — нормально. Но всегда есть какая-то степень. Здоровая степень. То есть нельзя опускаться до уровня животных инстинктов в этих отношениях. Наше время. Последний вопрос, пожалуйста. Можно я еще один задам один вопрос? Что значит наше время, вот семья, которая занимается духовной практикой? Что это за семья? Она должна состоять из каких-либо человек, потому что вы говорите общение. Это очень многое значит. Когда занимаешься духовной практикой, должно быть общение. И если брать это в виду, то может ли в семье жить сразу несколько семей? То есть в доме сразу жить 10-15 человек. Но они все занимаются духовной практикой. Можно еще к этому вопросу? Я хотел тоже спросить. Спасибо. Честно говоря, меня очень пугает слово «духовная практика», когда это неправильно понимается. И я хотел бы, чтобы вы как-то это объяснили, что это такое. Потому что сейчас очень много всяких практик псевдодуховных. И я просто вижу, что очень многих людей вводят в заблуждение. И как все-таки понять, что это такое действительно. И действительно занимаешься ее или нет. Любая духовная практика, которую мы получили не авторитетным образом, независимым образом, не является духовной практикой. Например, в аптеке есть множество лекарств. Все лекарства авторитетные. Но можете ли вы взять любое лекарство от своей болезни? Они нужны еще все авторитетные лекарства? Нет. Вам нужно прописать непосредственно, потому что не к вашей болезни лекарства найти. Должны опираться на авторитет. Также духовная практика. Это не должно быть под руководством духовного учителя. Иначе это не духовная практика. Это независимое положение. То есть должен быть духовный учитель наставничества, цепь преемственности. Тогда это духовная практика. Вот смотрите, я могу прочитать книгу духовную и сказать, вот я занимаюсь духовной практикой. А это не духовная практика, потому что читая священные писания, я могу делать выводы неправильные. И может у меня развиться гордыня учености. Самая тонкая гордыня, самое сильное препятствие на самом деле. Но если я получаю это знание от духовного учителя в форме наставлений в свой адрес, гордость не разовьется. Вот так знания проникнуты в сердце, в форме наставлений от духовного наставника я получаю. Вот тогда это авторитетная духовная практика. Я скажу, хорошо, у меня духовная практика, я бросаю семью, все. Ради духовной практики я бросаю семью, работу, ухожу, в монастырь. Но я должен спросить теперь у своего духовного учителя, это нормально, что я думаю, или нет? Потому что не авторитетная духовная практика, все это не беспокойство в обществе и страхи. Смотрите, люди говорят, секта опасная. Они бросают институты, бросают семьи, они непонятно, что там еще творят эти люди под видом, под пониманием Бога. Это не авторитетная духовная практика, о которой вы наверняка слышали множество уже раз. Практика, может, авторитетная. Рядом должен быть врач, который прописывает правильные лекарства. Все лекарства авторитетные, но без врача нет, не авторитетные. Необходимо руководство. Если человек отказывается от руководства, то где же будет духовная практика? Нет никакой духовной практики. Это один лишь вид, видимость. Последний вопрос. Я говорю, нужно конкретно посмотреть. Я пока ничего не понимаю, что это за духовный учитель такой, который разбивает. Я знаю эту ситуацию, это не духовный учитель, это все псевдо-такие какие-то вещи. Давайте последний вопрос Сергей задаст. Это не относится к нашему вопросу вообще тогда. Если это не духовный учитель, никакого отношения к духовной практике-то не имеет. Мы говорим, что там, если есть там духовная практика, она должна быть авторитетна. Не просто какая-то выдуманная духовная практика, а авторитетная духовная практика. Тогда можно обсуждать эту тему, иначе как мы ее будем обсуждать? Там нет ни духовной практики, ни духовного учителя. В чем вопрос? Его вопрос-то и нет. Это такой серьезной темы, вернуть к деньгам можно? Вы сказали, что часть денег мужчина должен выбрасывать женщине. Значит ли это, что семейный бюджет должен быть в ведении мужчины? Хороший вопрос. Да, контролирует мужчина, а управляет женщина. Но контролирует мужчина. То есть женщине нужно давать право тратить деньги. Это природа женщины. Например, мужчина приносит домой 5000 долларов. Заработал. Как он смотрит на деньги? Он смотрит так. Вот есть деньги. Держи. Деньги есть. Все. Я долг выполнил какой-то. Как женщина смотрит на эти деньги? Денег нет. Она уже знает, что денег нет. Она уже как только вид 5000 долларов. Все понятно. Денег уже не хватает. Это взгляд женщины. Это природа. Это нужно уважать и того, и другого. Поэтому он позволяет ей деньгами этими управлять, но он контролирует, какие-то пределы все-таки ставят мужчину. У него есть разум. Потому что иначе женщина, как в сказке «Золото рыбки», с разбитого корыта начинает, а потом конца и края уже нет. Тут мужчина вступает в свою роль. Должен твердо справить где-то на каком-то пороге. Это уже их внутренний вопрос семейный. Где и как.